Родины. Сегодня Днём Защитника Отечества является каждый, кто считает своим долгом, берещу родную землю, защищать её интересы, чья жизни и работа подчинены единой цели, благополучию и процветанию, конечно же, нашей страны. Праздник День Защитника Отечества – знак глубокой признательности всем, кто безответно предан своей Родине, кто стоит на страже её безопасности, чья стойкость, мужество и высокий профессионализм являются примером для всех. У меня к вам вопрос, как вы пришли в профессию? Был ли какой-нибудь определённый момент, после которого вы основательно решили связать свою жизнь с армией? Это очень простой вопрос. Я отвечу так, что я из семьи потомственных военных, и для меня было решение продолжения династии Ермиловых отца, деда, прадеда. Они у меня все принимали участие в боевых действиях, начиная с Первой мировой войны, Вторая мировая война, от Великой Отечественной войны, и отец принимал участие. Теперь я исследую этим стопам. Расскажите немного о своей службе в вооружённых силах Российской Федерации. Призывался я в вооружённые силы Российской Федерации, ещё тогда был СССР, в 80-м году. Окончил я Смоленское зенитно-ракетное инженерное училище, и в 85-м году получил звание лейтенанта вооружённых сил. Отправился в прохождение службы. Проходил службу на различных должностях, начиная от командира взвода, заканчивая в войсках, если говорят, то начальник разведки полка. Затем проходил службу в органах местного военного самоуправления. Затем проходил, закончил её службу в 2004-м году, в звании полковник. Увольнялся с главного Организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Российской Федерации. В вооружённых силах. Значит, потом как-то немножко служба меня оставила, я уволился на пенсию. Но с прошлого года опять в погонах и опять готов защищать Родину. Олег Анатольевич, а расскажите, по Вашему мнению, в современной России какими качествами должен обладать офицер? Ну, офицер, прежде всего, офицер – это самое главное качество, которое у нас ещё в давних времён. Это офицер, это есть честь, совесть. Это профессионал, и который за своего солдата готов отдать жизнь. И за Родину в том числе. Поэтому, ну, воспитатель, высокопрофессиональный человек сейчас, техника, Вы знаете, на очень высоком уровне. Поэтому офицер должен выучить солдата, который у нас призывает сейчас на один год на срочную службу, так, чтобы он через год мог выполнить любую поставленную перед ним боевую задачу. Олег Анатольевич, какие бы слова на пустыве Вы бы могли сказать тем, кто решил для себя выбрать профессию военного, может быть, какие-нибудь советы? Вы знаете, наша страна в последнее время очень хорошо шагнула вперёд. Если брать 90-е годы, когда армию практически забыли, то посмотрите на сегодняшний момент. У нас появляется новое вооружение, у нас появляется новая техника. У нас военнослужащие большая часть сейчас идёт по контракту служить. Сделали скидку для срочников. Это один год они служат сейчас. То бишь, такие варианты очень престижны сейчас. Сужба военная, я считаю, это очень престижно. День защитника Отечества отмечается ежегодно 23 февраля. Что для Вас означает этот праздник? 23 февраля – это один из праздников великих. Я считаю, что на первом месте это праздник 9 мая, который мы в этом году будем справлять. 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. И 23 февраля этот праздник назывался, все вы знаете, Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота. А сейчас он называется День защитникам Отечества. И я хотел бы подчеркнуть, во-первых, это не так не подчеркнуть, а поздравить, во-первых, всех ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов военной службы, те, которые отдали жизни, здоровье, нищета своего, здоровье для блага, защиты нашей Родины. Это, которые сейчас военнослужащие настроили, которые непосредственно будут служить в ближайшее время. Это, считай, вот их праздник. А вот праздник, я понимаю, что всем мужчинам хочется вроде как... Вот этот праздник вроде как... Как-то все отмечают, да, все такие. Но я считаю, кто носил или собирается носить погоны, вот это их праздник. Настоящий. Настоящий их праздник, поэтому здесь в таком плане. Олег Анатольевич, а что вы можете сказать о количественном и качественном составе призывников в нашем регионе? И в какие войска отправляются наши ребята? Ну, все вы знаете, ни для кого не секрет. У нас вооруженных сил Российской Федерации экстрадиальный принцип комплектования войск. Поэтому наши призывники уходят служить не только в Крым, но и на материк. И попадают в различные виды и войска вооруженных сил. Это начиная и воздушно-десантные войска, военно-морской флот, это ракетные войска, стратегическое население. И масса-масса. У нас нет такой градации, где-то определенной. У нас во всех вооруженных силах есть. Главное, чтобы был годен по состоянию здоровья, отвечающий тем или иным требованиям. Если, например, войска ВДВ комплектуются с призывниками с высокой степенью годности здоровья, то это одно. Если, например, у призывника степень годности В-3, В-4, он может служить, проходить службу в вспомогательных частях. Не так давно вы возглавили военный комиссариат города Ялты. Расскажите о той работе, которая уже была проделана вами. И, конечно же, нам сегодня захочется задать вам вопрос, что касается уклонистов. Ведется ли какая-нибудь профилактическая деятельность? Я вам отвечу так. Итак, я пришел, принял в военный комиссариат города Ялты 9 октября прошлого года. Как раз началась осенняя кампания по призыву вооруженных сил, призывной молодежью. Наряд у нас на город Ялту составлял 140 человек. Мы выполнили наряд и призвали 141 человек. Но работа, я вам скажу, была не из легких, потому что молодые люди наши с вами, земляки, будем так говорить, многие недопонимают важности службы в вооруженных силах Российской Федерации. Немножко расслаблены. Но я думаю, что мы это дело поправим. Потому что сейчас посмотрят ребята, сейчас вот я маленький пример хочу привести, потому что, ну да, бегал он, бегал, молодой человек. Добегался до 27 лет, в армию не ходил. Приходит военный комиссариат и говорит, товарищ военный комиссар, я хочу получить военно-учетный документ, то есть военный билет. А мы поднимаем его личное дело, просматриваем. И на заседании представленной комиссии выносим решение, что данный гражданин, который сейчас у нас пребывает в запасе, не достоин получить военного билета, а получает только справку, называется она 1У, в которой написано, что он уклонист. И все вопросы, которые вот касались, он хотел бы пойти в полицию, может быть пойти в МЧС. А с такой справкой, соответственно, это невозможно? И это невозможно, конечно, это невозможно. Поэтому единственное, кто может быть по своему незнанию, неграмотности, совершил такой, я отвечаю очень просто. У нас помимо службы по призыву, есть военная служба по контракту, в которой призывается до 40 лет. Поэтому, значит, оформляем вас на военную службу по контракту, служите вы 2 года, получаете военный билет и смотрите честно людям в глаза. Вот так вот, наверное. Как раз, если мы уже ведем интервью в преддверии 23 февраля, то совсем скоро весна, остается буквально меньше двух недель уже до этого момента. Когда в Ялте стартует весенняя призывная комиссия? Весенняя призывная комиссия у нас стартует, согласно указу президента Российской Федерации Владимира Ивановича Путина, 1 апреля, значит, я вот попрошу сейчас главного редактора газеты нашей разместить еще объявление в газете, что 1 апреля ждать не надо, можно в марте уже приходить на медицинское свидетельство и профессионально-психологический отбор, и будем потихонечку комплектовать наши вооруженные силы, наш наряд. — Раз мы уже будем размещать объявления тогда в преддверии всего этого события, давайте напомним и расскажем, кто должен отдать долг Родине, кто должен служить на срочной службе вооруженных силах Российской Федерации, с какого возраста и кто имеет право не служить, кто учится, и есть же критерии тоже. — Ну, во-первых, согласно федерального закона военной обязанности военной службы подлежат призыву граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, годные по состоянию здоровья, несудимые и состоящие на учете в военном комиссариате. Это вот та категория, которую мы вызываем на призывную комиссию. Сначала юноши проходят медицинское свидетельство и профессионально-психологический отбор. Если у них какие-то есть жалобы по состоянию здоровья, мы обязательно в порядке мы их отправляем на дополнительное медицинское обследование. А остальные, которые принято решение, что они угодно, они прибывают на заседание призывной комиссии. Это коллегиальный орган, в который ходит председатель призывной комиссии. Это глава города Ялты, Иван Иванович, и заместитель Я, и еще управление образованием, полиция и так далее, и так далее. То бишь это коллегиальный орган. И рассматривают на заседании призывной комиссии, молодой человек может идти в армию или не может идти в армию. Причины, например. Он научится очно. У него больные родители, престарелые родители, например, пенсионеры и так далее. Это понимая, все в каждом случае индивидуально разбирается. Это индивидуальный подход. Это индивидуальный подход. Если кому-то интересно, пожалуйста, каждый пункт расписан у нас в федеральном законе, откройте интернет, посмотрите 53-й закон, это военные обязанности, военные службы. Кому предоставляется срочно, кто освобождается от армии. Также очень интересно, Олег Анатольевич, ведется ли какая-либо работа по подготовке к самой военной службе и по патриотическому воспитанию в нашем регионе, возможно? В нашем регионе, в Ялте, очень большая работа проводится. Я бы хотел сказать и директору 11-й школы, которую сформировали здесь кадетские классы, это и председателю ДОСАФ Бабко, это и казакам, которые оказывают помощь. Есть у нас и юная армия, и ДОСАФовцы, и казаки, которые непосредственно участвуют во всех мероприятиях, которые участвуют в соревнованиях. Вот сейчас, в преддверии 23 февраля, праздника нашего, вы все это увидите на набережной. 21-го будет торжественное собрание, посвященное защитнику отечества, которое пройдет в театре Чехова. Туда приглашены и участники Великой Отечественной войны, и ветераны вооруженных сил, и участники боевых действий, и жены погибших, и в том числе и молодежь, которая будет в будущем идти в армию. Расскажите о привилегии. Несколько раз мы уже сегодня затронули так косвенно, что существует контрактная армия, помимо срочной, контрактная служба, точнее, в вооруженных силах Российской Федерации. Расскажите о привилегии службы по контракту. Ну, сейчас большое внимание влияется военной службе по контракту. Почему? Потому что мы все-таки стараемся переводить вооруженные силы на контрактную основу. Почему? Потому что контрактник наиболее подготовленный, служит он не год, а два года, как минимум, первый контракт заключается, и уже имеет какую-то военную учетную специальность. Хотя в законе сейчас прописано, что юноши могут изъявить желание проходить службу по контракту с 18 лет, имея на то высшее или среди специальное образование. Привилегия очень простая. В основном контрактник получает зарплату, зарплату, которая сейчас на данный момент составляет порядка 30 тысяч, это в первый год. Ему выплачивают деньги за поднаем жилье, а живет он не в казарме. Если есть такие условия, снимает где-то квартиру, ему за это деньги государство, Министерство обороны компенсирует. Это медицинское обслуживание полностью, это питание и так далее, и так далее, и тому подобное. И сам контрактник вправе выбрать, вот, например, воинские части у нас есть, перевальному. Можно сам выбрать, где служить? Да, да, да. Это очень просто. Поближе к дому. Поближе к дому, да, к семье. Есть такие вопросы, которые возникают на призывной комиссии. Да, вот молодой человек, он где-то работает, получается, сколько-то денег. Женат, у него ребенок. Ну, права на срочку нет. Нет у него права на срочку, потому что у него один ребенок. Если два, тогда да. Поэтому, ну, хотя у нас и так, согласно закону, он остается служить у нас на территории Республики Крым. Почему бы ему не год отслужить, да, а отслужить два года, получая при этом зарплату и видеть семью? Это тоже большое подспорье, понимаете? Много ли вообще желающих ялтинцев вместо срочной службы пойти на контрактную? Ну, знаете, не так много. Может быть, просто не все знают о таких привилегиях? Нет, я думаю, здесь вопрос немножко как-то. Может быть, бояться, может быть, что-то таких пугает. Ну, вот за прошлый, будем так сказать, за прошлый год, у нас, наверное, было 60 человек на контрактную службу, что всего 35. Почему? Потому что, ну, немножко, как вам сказать, Ялта немножко город-курорт. Город-отдых, конечно. Это жемчужина, будем так сказать, Крыма, это южная столица. И здесь немножко народ рассматривает свою жизнь немножко по-другому. Не расположен к таким военным действиям. Вы выйдете на набережную, посмотрите, люди расслабленные, культурные все, улыбаются, смеются и думают, зачем нам эта армия нужна? Олег Анатольевич, в завершении нашего диалога, возможно, что-нибудь хотели бы добавить, еще раз поздравить или какое-нибудь рассказать объявление? Значит, я, во-первых, я хочу остановиться на одном очень серьезном мероприятии. Ну, все вы знаете, что в этом году мы будем праздновать 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Так вот, военный комиссариат по указанию генерального штаба проводит акцию. Называется она «Дорога памяти». Если помните, в прошлом году, в преддверии 9 мая, у нас была горсть памяти, да, когда мы со всех воинских захоронений собирали по горсти земли, складывали их в кисеты, потом в ящики, и отправляли их в Москву, в главный храм Министерства обороны, для того, чтобы там хранились земля в гильзах, для, ну, как экспонат, что это вот, Сранится, да, это с Ялты, а это с Джанкой, а это еще с какого-то там муниципального образования. Так вот, сейчас мы проводим акцию, которая называется «Дорога памяти». Она тоже отражается, потому что в этом году, к 9 мая, этот храм будет открыт. И одна из экспозиций в вековечении памяти погибших. Так вот, я прошу всех ялтинцев, у кого есть, кто знает фотографии, знает своего отца, деда, может быть, прадеда, у кого остались фотографии, что он был призван военным комиссариатом города Ялты, прийти в военный комиссариат, это понедельник, среда, пятница, с 9 часов мы работаем, и привезти эти документы, что мы это оформили их, как положено, и отправили его в Москву для того, чтобы эти... У нас ни один человек не остался без внимания. Вот, в основном, наверное, вот так вот. И что, и все. И еще раз хочу поздравить всех наших ветеранов, и кто носит погоны, и кто будет носить погоны, с наступающим праздником нашим профессионалям. Как у нас раньше говорили, успехов, главное, в боевой и политической подготовке. Мы, в свою очередь, конечно же, поздравляем вас с наступающим праздником, очень рады знакомству, и уверены, что время от времени у нас будут проходить с вами прямые эфиры в рамках эфира радиостанции Ялта-ФМ, и всем нашим гостям и слушателям. Напоминаю, что сегодня в гостях радиостанции Ялта-ФМ был главный комиссар города Ялты, полковник Олег Анатольевич Ермилов. Большое спасибо. Большое спасибо. Спасибо.